МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На вес золота. Что и куда прячут контрабандисты при переходе украинской границы? Оскар против. С какими требованиями вышли на митинг голливудские звезды? Сотня обстрелов за минувшие сутки. Таковы данные штаба АТО. Враг бьет почти по всем направлениям на востоке страны. 19 украинских бойцов ранены и травмированы. Варварскому обстрелу снова подверглась Авдеевка. Пострадали мирные дома. После ночных обстрелов город опять остался без света. Подробнее о ситуации в репортаже моего коллеги Геннадия Вивденко. Обстрелы Авдеевки продолжались весь вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Начались пожары. Ночью сюда попал крупнокалиберный снаряд. Это окраина Авдеевки. Домы жилой, уничтожила полностью. Сейчас спасатели пытаются хоть как-то затушить пожар. Однако пока это удается с трудом. Хозяин дома остался инвалидом после обстрела из Града еще в 2014-м. Мужчина контужен и теперь вот новая беда. Кидали. Пять раз. И там на родину нам попадали. И сразу тут. И там у соседей, у двоих. Аж ямы такие на улице. Спасатели работают тут всю ночь и весь день. Тушили соседние дома и постройки. Пацаны тут пахали так. Понимаешь, в чем дело? Ветер боковой и с леса идет. И они затушат. А оно разгорается, разгорается. Ну, шпальные дома. Ну, МЧС хорошо. Блин, пацанам там на коленях надо стоять и говорить спасибо. Это не люди, это хибори. В таком дыму дом отбили. Молодцы. Все отлично. Отлично хватает? Да, хватает все нормально. Сейчас магистралку перекидываю, мы занимаемся. Стреляли вчера целый день. Что-то тяжелое, глухое такое. Улица, конечно, у нас не то, что прифронтовая, а фронтовая. В каждом доме, ну, короче, все побито у нас. Тушили пожар также журналисты и офицеры пресс-центра штаба АТО, которые приехали сюда ночью на съемку. После обстрела в городе вторые сутки перебои с водой. Всем чем могли. Глиной, грязью, все лужи, которые были, мы использовали сюда. И на огороде снеговец вынесли. Пострадало у нас на сегодняшнюю минуту 8 жилых домов граждан. Это в основном старая часть города. Обстрелы велись по промзоне, по району царской охоты. Но отдельные снаряды долетали до жилых массивов города. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. В районе, который подвергли обстрелу, появляются представители миссии ОБСЕ. Мы приехали, чтобы увидеть результаты произошедшего сегодняшней ночью. Это ужасная ситуация, но хотелось бы избежать преждевременных выводов. Как только наблюдатели покидают обстрелянную улицу, начинается новая атака. Без 5.11. Снова начался обстрел жилых кварталов Авдеевки. Приходится приседать и прятаться, чтобы не попасть под осколки. Летит. Быстро бронежилеты. Все одели. Вы сели. Спасатели на время обстрела устраивают себе перерыв на перекур. Под соседним гаражом. На улице Чернышевского в Старой Авдеевке не осталось ни одного дома, который бы не пострадал. Как, впрочем, и на соседних улицах. Мы боимся, мужики. Пошли окна забивать. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В Украине начала действовать доктрина информационной безопасности. Сегодня президент подписал указ о введении этого документа в действие. Доктрину разработали с целью защиты информации в условиях гибридной войны. Прежде всего, со стороны России. Согласно документу, СБУ и Министерство информполитики должны мониторить СМИ, общественные ресурсы и выявлять информацию, которая запрещена в Украине. Для этого СНБО будет координировать деятельность МИДа, Минобороны, СБУ, спецсвязи, разведывательных органов и Нацинститута стратегических исследований. Тем временем в Хмельницком заблокировали трансляцию запрещенных в стране российских телеканалов. Ее обеспечивали двое местных жителей при помощи специального телекоммуникационного оборудования, тюнеров, коммутаторов и аппаратуры для приема цифрового сигнала. Все это установили прямо в своих квартирах. В предложенный клиентам пакет, в частности, входили каналы, которые ведут антиукраинскую пропаганду. Сотрудники СБУ совместно с киберполицией вычислили злоумышленников. Оборудование изъято. Злоумышленникам светит до шести лет тюрьмы с конфискацией имущества. Полиция новая. Замашки старые. В Николаеве на взятке погорел патрульный. У кого и за что требовал деньги, Кирилл Ищишин расскажет подробнее. В Николаеве департамент внутренней безопасности нацполиции поймал с поличным патрульного во время получения взятки. Офицер полиции требовал 10 тысяч гривен у хозяина автомобиля за оформление поддельных документов. Действовал осторожно через посредника, но все равно был уличен в коррупции. Патрульного и его пособника задержали во время передачи денег. Оба сейчас под стражей ждут, когда суд изберет им меры пресечения. Полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это уже 12-й случай в Украине, когда сотрудники новой патрульной полиции попадаются на взятничестве. В ноябре прошлого года в Николаеве оперативники СБУ задержали двоих патрульных, которые вымогали 300 долларов. У хозяина конфискованного автомобиля обещали вернуть машину. Когда поняли, что их разоблачили, пытались скрыться от сотрудников спецслужбы. Злоумышленников задержали после погони. Кирилл Ющушин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер, Николаев. Следователи СБУ разоблачили схему похищения средств топ-менеджерами Херсон Облэнерго. Сотрудники компании выводили деньги на счета мелких частных предприятий, якобы оплачивая услуги. Таким образом создавали дыру в бюджете Облэнерго. Отчитываясь перед государством, нехватку денег оправдывали долгами населения. Благодаря этому компания не платила налоги. Сумма долга постоянно росла. На это обратили внимание спецслужбы. В СБУ открыли уголовное производство. В офисах Херсон Облэнерго провели обыски. Изъяты документы, которые обнажили всю схему. Сейчас следователи выясняют, действовали ли топ-менеджеры компании по указанию собственников. Херсон Облэнерго принадлежит российской компании ВС Энерчи. От денег МВФ Украина должна отказаться. Так считает нардеп, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Фонд он называет врагом номер один. И уже зарегистрировал в парламенте законопроект о введении моратория на подписание каких-либо документов с МВФ. В проекте значится, что правительство должно разорвать все связи в течение месяца и прекратить дальнейшее сотрудничество. А еще в партии начинают кампании Украина без МВФ. Вскоре планируют и акции протеста, и сбор подписей, заявил Каплин. После продолжения сотрудничества, за 22 лет, мы получили 20 миллиардов долларов. За эти 20 миллиардов долларов полностью деиндустралировано нашу страну. Сегодня идет о том, чтобы восстановить торговлю землей. Снять мораторий на торговлю землей, фактически уничтожить наше сельское хозяйство. Мы открыли свои экономические кордоны. Мы стали абсолютно финансово и экономично окупованной страной. Мы створим соответствующую комиссию, которая проанализирует, как выдавались эти деньги и куда они были вытрачены. Ужасающая находка в Львовской области. Там обнаружили огромный скотто-могильник. Останками животных буквально завалены 3 гектара земли. Кто свозил рога и копыта на несанкционированную свалку и чем она грозит экологии региона? Галина Якушко расскажет подробнее. Не мусором единым, очевидно, прославится Львов и Львовская область. Но еще и новой шокирующей находкой. Возле села Баянец, отсюда всего полсотни до областного центра, активисты нашли скотто-могильник. Здесь горы костей, копыт, шкур и даже целые туши мертвых животных. Все это занимает почти 3 гектара земли. Откуда здесь появился могильник? Местные активисты уверены, останки сюда свозят жители близлежащих сел, торговцы мясом. Скот привозят из соседних сел и областей. Отходы переробки тваринной продукции они должны куда-то сдевать. До того, они вывозили частково на Жоковскую филю и ДП Украинский завод. Но так как там нужно платить за переробку и за авторизацию тваринных решеток, они свозят их сюда на данный период и не нужно, то есть экономят деньги. В том, что в словах активиста есть доля правды, местные жители не отрицают. Тут много предпринимателей, которые забывают скотину. Может такое быть? Ничего не может. Что мы говорим? Они могут вывозиться в лес, да? В лес? В лес нет. Там такая специально отведенная территория. Ага, где это есть? Прямо. Прямо за хатами. Прямо возле скотомогильника река, которая впадает в западный Буг, а потом течет в соседнюю Польшу. Загрязнены ли вода и окружающая среда на территориях вокруг скотомогильника, уже выясняют экологи. Параллельно пытаются установить тех, кто привез и просто бросил под открытым небом кости и туши животных, вместо того, чтобы дать на утилизацию. Тут есть бирки, бирки залишков животных. И будет четко, мы выясним, какая это животная, с какой семьи, с какой родины. И уже тогда сможем, после проведения соответствующих заходов оперативникам, вживать соответствующие действия. Пробы грунта и воды вблизи могильника уже передали на экспертизу. Результаты будут готовы только через две недели. Экологи беспокоены, ведь зима подходит к концу, начинается потепление, туши и останки начнут разлагаться. И вспышки инфекции не исключены. Ведь заставить убрать останки хозяев забитого скота, если таковых все же удастся установить, практически невозможно. Их всего лишь оштрафуют, если так, решит суд. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. А в Ивано-Франковске территорию вокруг городского озера замусоривают другим способом. Вместо зоны отдыха здесь активно возводят элитный квартал. Многоэтажки и гостиницы растут, как грибы после дождя. Активисты заявляют, стройка незаконна. Почему работы продолжаются, выясняли мои коллеги. Озеро в центре Ивано-Франковска – одно из любимых мест отдыха горожан. Кто-то выгуливает домашних питомцев, кто-то устраивает пикник. А вот активист Андриан Волгин приходит сюда на утреннюю пробежку. Рассказывает, последние несколько лет территорию вокруг начали активно застраивать. Тут выпеченковая зона. Слева у нас вообще тут веселье сейчас проходит. Тут люди отдыхают. И вы себе можете удивить, когда эти все будинки запустятся, что каждый будет приезжать на машине под свой дом. Это будет новый какой-то микрорайон, будет называться «Озерный» или как. Сейчас у озера на месте теннисных кортов и газонов начали расти многоэтажки. Мне больше понравилось, как были тут теннисные корты, чем эта отбудовка, которая продолжает много лет и неизвестно, когда будет сделано. Тут должен быть вообще доступный отпечаток, а не жилье для отдельных. Коррупционные схемы работают, на жаль. Люди, которые имеют определенные деньги и возможности, захопают центровые места в Франкевске. Вот это здание под названием «Парус» в десятках метров от воды. Строится уже несколько лет, рассказывают активисты. По плану, это элитная многоэтажка. Закон запрещает строить жилые дома в рекреационной зоне. Поэтому застройщики маскируют их под гостиницы. Территорию 35 соток еще пять лет назад Горсовет предоставил в аренду под обустройство паркинга. Недавно выяснилось, целевое назначение земли изменили. Здесь будет отель. Данную земельную отделку арендует мама нашего народного избранника, пана Соловья. Мы же тогда его активистами, называли «Корольок нашего озера». Прописано про то, что там идет реконструкция готеля, который находится немного ниже. Все знают, что тут никакой строительства не было. Тут были турники, брусья, которые наш народный избранник просто срезал. И просто ждал момента, когда он будет производить много поверхности. Возле участка, на котором семья депутата начинает стройку, уже есть отель. Он также принадлежит Юрию Соловью. Мы пытались связаться с народным избранником, чтобы он объяснил, каким образом и на каком основании было изменено целевое назначение земель, где должен был быть паркинг. Депутат на звонки не ответил. Активисты говорят, доказать, что строительство здесь проводится незаконно, почти невозможно. Ведь у семьи Нардепа на руках все необходимые документы. Вопрос в другом. Насколько законно они получены? Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий, Автоназ. Подробности, телеканал Интер, Ивана Франковск. На Волыне остановили авто с контрабандными сигаретами. Их в Польшу пытался провести украинец через пункт пропуска Ягодин. Осматривая иномарку, пограничники нашли тайник, оборудованный под капотом. Туда водитель умудрился уложить почти 250 тысяч пачек. Сигареты и автомобили изъяты. Всего за минувшие сутки пограничники луцкого отряда пресекли провоз еще около 2000 пачек контрабандных сигарет через пункты пропуска Грушев, Шегини и Тиса. Более килограмма золотых украшений в банке из-под кофе обнаружили пограничники в пункте пропуска Тимкова. Это на границе с Молдовой в Одесской области. Ювелирку в Украину пытались ввести двое мужчин, украинец и молдаванин. Для прохождения контроля выбрали зеленый коридор, мол, у них нет ничего запрещенного и подлежащего декларированию. Однако нервозность одного из мужчин насторожила пограничников. При досмотре автомобиля между сидениями они нашли кофейную банку, в которой и были спрятаны украшения. Общий вес 1 килограмм 270 граммов. Все ценности изъяты и уже проходят экспертизу. В Одессе суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в деле о похищении народного депутата Алексея Гончаренко. Главный из фигурантов по данным следствия Александр Кушнарев, депутат Лиманского райсовета Одесской области. Ему, а также еще одному одесситу Анатолию Слободяннику инкриминирует разжигание межнациональной розни, покушение на жизнь государственного деятеля, попытку похищения человека и пропаганду войны. Обоих суд оставил под стражей в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Еще один подозреваемый отправлен под домашний арест. Аргументы представителей прокуратуры по поводу меры пресечения во всех трех случаях узнать не удалось, так как по их же требованию заседания были закрытыми для прессы. Кушнарев и Слободянник отрицают, что собирались похитить Гончаренко и, как утверждает в СБУ, лишить его зрения с помощью кислоты и выбить коленные чашечки. Адвокат Кушнарева говорит, вся эта история была спланированной провокационной операцией спецслужб. Позиция защиты имеет право на существование. За результатами проведения досудового расследования будет принято решение, которое будет отвечать полному объему досудового расследования. Александр Витальевич Кушнарев это наш однопартиец, наш соратник. Я знаю его как достойного человека. А что говорить о достоинстве тех людей, которые пытаются сыграть на чувствах отца, который потерял сына, говорить не приходится. Я считаю, что это очередная провокация власти, которая направлена на то, чтобы отвлекать людей от экономических проблем. Эта власть желает править на крови. преступления 2 мая не раскрыты и нет никакой попытки к их реальному раскрытию. А определенные депутаты ищут очередной возможности попиариться. А во Франции судебно-прокурорское расследование начали против супруги и детей кандидатов в президенты Франсуа Фиона. Их подозревают в незаконном трудоустройстве. Ранее, напомню, следствие по делу вела только полиция. Теперь фигурантам может грозить домашний арест. Оксана Кундеренко продолжит. Расследование финансовых схем Франсуа Фиона вышло на новый уровень. Всего одна страница документа означает, что дело уже не в руках полиции. Теперь им занимаются прокуроры и следователи. У них гораздо больше полномочий вплоть до прослушки телефонов и помещений подозреваемых под домашний арест. Я чувствую вашу поддержку. Вы на моей стороне. Ваши силы придают силы мне и я верю в победу и не обращаю внимания на политические нападки. Сам Фион яро защищает своих родственников и повторяет мантру об их невиновности. Но для него лично в таком повороте событий есть некий плюс. Имя Франсуа Фиона в новом расследовании не упоминается. Это чистой воды Пенелопа Гейт. История супруги Пенелопы которая якобы работала помощницей в парламенте и получала за это сотни тысяч евро. Работала ли на самом деле либо же должность была фиктивной следствию предстоит установить. У нас здесь есть кандидат который считает справедливую работу судебной системы предвзятой. Очень странно и мне бы хотелось ему напомнить что работа президента как раз и заключается в том чтобы обеспечивать беспристрастность закона. Для участников президентской гонки сегодняшние новости лишний повод выставить противника в худшем свете. Тем более что под следствием еще и дети Фиона дочь Марии сын Шарль получали гонорары за некие юридические услуги когда еще не имели адвокатских лицензий. Все они по итогам расследования могут быть либо оправданы либо оказаться фигурантами уголовного разбирательства. Такая беда с ним приключилась он же такой хороший человек и должен стать президентом Франции потому что у него одного есть программа для лучшей жизни французов. До коррупционного скандала победитель первых в истории Франции праймерис и кандидат от республиканцев был фаворитом президентской гонки. Сейчас же Фиона опережают и ультраправая Марин Липен и центрист Эммануэль Макрон. И выборы согласно некоторым опросам могут закончиться уже в первом туре. Оксана Кундеренко подробности телеканал Интер. Четвертый срок для немецкой железной леди Ангелу Меркель вновь выдвинули на должность канцлера. На съезде христианских демократов за нее проголосовали 95% делегатов. Именно Меркель станет главой правительства если ее политсила победит на выборах в сентябре. Но вот это как раз большой вопрос. Блок ХДС ХСС теряет популярность и уступает социал-демократам которые предлагают на должность канцлера влиятельного конкурента экс-главу Европарламента Мартина Шульца. До сих пор социал-демократы не могли похвастаться успехами. Иногда мне кажется что им даже стыдно. Мы выиграли у них три раунда выборов подряд. Выиграем и этой осенью. Трое раненых в Германии в городе Хайдельберг неизвестный врезался на автомобиле в толпу прохожих. Мужчина был вооружен ножом и пытался скрыться с места происшествия. Полиция арестовала злоумышленника при попытке к бегству. Пока мотивы нападавшего неизвестны. Атаку можно расценивать как теракт. Местные медиа сообщают подозреваемый был эмоционально нестабилен. Полиция пока не подтверждает и не опровергает эту информацию. Очередные теракты в Сирии где рвануло в этот раз? Есть ли жертвы? И как Дамаск ответил на действия джихадистов? Подробности в сюжете. Взрывы в районе Аль-Вайра. Это неконтролируемая войсками Асада часть Хомса. 20 авианалетов, 50 человек ранены. Так дамасская администрация ответила на атаки смертников. В субботу утром они проникли в офисы сирийских спецслужб и совершили подрывы. На кадрах снятых арабскими СМИ видны последствия вылазки джихадистов. Произошедшее приписывают функционерам организации Ан-Нусра. Ее считают тесно связанной с террористами Аль-Каиды. В результате атаки не менее 42 человек погибли. Об эскалации конфликта в Сирии сегодня говорили и в специальном переговорном комитете по урегулированию ситуации в этой стране. Мы пришли к международной резолюции и международному соглашению. Это означает, что нужен переходный период, после которого должны измениться институты, регулирующие органы и обеспечена безопасность в стране. Все это подразумевает замену режима Асада на правительство национального согласия. Однако в Дамаске такой сценарий по-прежнему не рассматривают. Тем временем группа террористов все в той же провинции Хомс вывела из строя газовый завод. Виталия Кушмырук подробности телеканал Интер. Дональд Трамп против журналистов на пресс-конференцию в Белый дом не позвали ряд ведущих мировых медиа. В доступе на брифинг отказали BBC, CNN, New York Times, Daily Mail, политика и другим, пригласив, мягко говоря, не самое влиятельное средство массовой информации. Ведущие мировые информагентства из-за этого бэкотировали пресс-конференцию, которая в итоге состоялась но в закрытом формате и без телекамер. Те же СМИ, которые не были допущены, потребовали разъяснений. Они считают, что президент США таким образом отомстил за освещение его деятельности. Америку тем временем захлестнули голливудские протесты. Впервые накануне Оскара митингуют те, кто создавал номинированные на премию фильмы «Чем возмущены и чего хотят?» Об этом знает Дмитрий Анопченко. Он следит за событиями в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе в последнее время столько митингов и демонстраций, сколько, по-моему, за последние несколько лет не было. Люди выходят на улицы и к этому все в принципе уже привыкли. Но сейчас произошло событие, на которое просто нельзя не обратить внимание. Ведь вместо того, чтобы готовиться к Оскаровской церемонии, на протесты выходят киношники. Когда протест похож на дискотеку, значит, за дело взялись профессионалы. Крупное голливудское актерское агентство в этот день обычно приглашало друзей и коллег на вечеринку, чтобы поговорить о планах и обсудить претендентов на Оскар. Но теперь разослало приглашение собраться совсем по другому поводу. Рукописные плакаты «Нет стене и нет запретом для эмигрантов» очень точно передают, чего хотят эти люди. Для кино здесь никогда не было границ. Когда фильму требовался оператор, осветитель или каскадер из любой страны их приглашали. Расстояние визы не помеха, но теперь даже номинант на Оскар режиссер из Ирана обращается к собравшимся по видеосвязи. Ведь его страна тоже в черном визовом списке. Коллеги его поддерживают. Мы тут, чтобы доказать, когда речь о свободе для актеров, неважно, какого ты пола или расы, какую религию исповедуешь, мы просто должны стоять друг за друга. За выступление с трибуны тут запросто можно Оскара давать. Настолько они эмоциональны и драматичны. Актриса Джуди Фостер, звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс, они говорят, что не примут новую политику Белого дома. Мол, ограничение ударит и по Голливуду, поэтому вместе с остальными и вышли протестовать. Талантливые люди живут по всей планете. Кино — это мир, куда каждый может прийти, чтобы стать частью Голливуда. Даже сам факт, что один из номинантов на Оскар не может быть здесь сейчас, это просто нелепо. По правде говоря, Голливуд очень разделен. Тут жесточайшая конкуренция. Тут, увы, хватает зависти к чужим успехам. Но противостояние с эмиграционными новшествами неожиданно сплотило самых разных людей. Из тех, для кого Оскар не шоу по телевизору, а награда и за их работу. Ну и уже сейчас понятно, что только уличными протестами все не ограничится. В «Оскаровских куларах» поговаривают, что многие сейчас готовы пойти по стопам Мэрил Стрип. И если им присудят заветную статуэтку, то выйдя на сцену в прямом эфире, произнести не набор бесконечных благодарностей и банальностей, а политическую речь сказать. Случится ли это? И кто те люди, которых выбрали, киноакадемики? Мы с вами узнаем в самое ближайшее время. До этого момента остается чуть более суток. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Где открыли кинотеатр на солнечных батареях? Почему индонезийка решила, что убийство Ким Чен-Нама это реалити-шоу? И как в Бразилии открывали всемирно известный карнавал? Смотрите в нашем международном обзоре. Цена смерти Ким Чен-Нама меньше сотни долларов. По крайней мере, так утверждает подозреваемая в убийстве брата севернокорейского лидера Ким Чен-Ина. Задержанная гражданка Индонезии Сити Айша заявила, что ее попросили брызнуть Чен-Наму в лицо детским маслом, якобы в качестве розыгрыша. И она не знала, что это отрава. Женщина решила, что участвует в реалити-шоу и сделала, что ее просили. За такой розыгрыш ей заплатили 400 малайских рингетов. Это примерно 90 долларов США. Замурован в камне ради искусства. Французский художник, который ради перформанса сидит внутри в камне в Парижском музее, дал первое интервью. Эбрахам Поэншевл рассказал, что единственная проблема это отсутствие нормального сна. В остальном чувствует себя хорошо. Художник ест простую еду, но не в состоянии различить, где день, где ночь. Хотя покидать свое убежище пока не собирается. Эбрахам доволен результатом. Говорит, чувствует сильную связь с камнем. В Бразилии на несколько дней забыли о коррупционных скандалах и протестах. Там начался всемирно известный бразильский карнавал. Ученики лучших школ самбы приехали в Сан-Паулу на открытие. В ярких костюмах они шествуют улицами города. За ними артисты на карнавальных машинах. После этого праздник доберется и до других городов Бразилии. Фестиваль в стране традиционно стартует за 40 дней до Пасхи. Так ярко бразильцы начинают период Великого Поста. В Буркино-Фасо открыли кинотеатр, где используются солнечные батареи. Он рассчитан всего на 300 мест, но является третьим по размеру столицы страны Уагадугу. Солнечный кинотеатр будет принимать публику на открытии фестиваля африканского кино и телевидения Феспака. Всего же здесь ожидают 10 тысяч зрителей. Телефон Гитлера, проданный на аукционе за 243 тысячи долларов, оказался подделкой. По словам работника музея Франкфурта Франка Гнегеля, оригинальный аппарат производства немецкой компании Siemens & Hulke, а в проданном английская трубка. К тому же Siemens использовал бы для телефона цветную пластмассу, а не красил бы его некачественной краской. Подозрение вызвал и диск для набора. Гитлер всегда был напрямую подключен к телефонной станции. Зачем ему тогда набирать номер? Наш эфир заканчивается завтра в 20.00. Вас ждет итоговая программа с моим коллегой Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем будут говорить. Уходили дверью хлопали, а возвращались на цыпочках. Тихая помолвка коалиции и радикалов. Плечо поддержки или подножку? Что подставила большинству партия Ляшко? Шесть дней, которые не потрясли Украину. Кто и зачем выводил людей на улицу в годовщину расстрела героев Небесной сотни? Сладкая жизнь за бюджетный счет. Поскольку нам обходятся топ-менеджеры госкомпаний и отрабатывают ли они свои зарплаты со многими нулями? Дыры автодора. Сколько миллиардов закатали в дороге в прошлом году? Сколько закатают в нынешнем? И почему кататься по ним до сих пор опасно для жизни? Монетизация веры. Кто позволил настолько окрепнуть религиозным сектам? И в чьи карманы утекают десятины их прихожан? Это все новости на сегодня. Больше информации на нашем сайте. Подробности ее и хорошего вам вечера. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова